всем привет давненько ничего не снимал приличного не знаю прилично получится это или нет видео обзор моей работы это экспедиционный рюкзак английской армии 18 века естественно стилизация не знаю насколько она у меня получилось но люди которые видят этот рюкзак говорят что что-то похожее вот на старинный армейский рюкзак не скажу что я прям изучал историю специально но посмотрел немножко фотографии их в интернете не так много чуть-чуть почитал понятно что они были не такие но и как я и говорю то есть это не косплей это не подделка под антиквариат это стилизация то есть внешне он похож на армейский экспедиционный рюкзак английской армии 18 века какое длинное название он внешне похож но сделан так чтобы им можно было пользоваться более удобно в современности заказал мне это александр кстати привет мой арендодатель у кого я снимаю помещение для моей мастерской александр у меня уже заказывал портмоне по индивидуальному эскизу вы его могли видеть его сейчас вот такая вот сложная работа это пожалуй одна из самых интересных и сложных работ что я выполнял вот задача была сделать рюкзак чтобы он проходил в ручную кладь то есть размеры авиакомпании это 40 на 30 и толщина 20 такие размеры можно проносить с собой в самолет в ручную кладь и это была основная задача ну и после того чтобы сохранить стиль такого рюкзака сделано из толстой три с половиной миллиметра кожи кожа можно сказать ременная кожа ну и вот такие вот плотные чемоданы да он похож на чемодан либо портфели сумки держащие форму из такой кожи тоже делаются если бы ручка была не сбоку а сверху то это был бы прям чемодан чемодан кстати снимаю на новый смартфон тестирую камеру full hd 60 кадров в секунду если не ошибаюсь или или нет 30 кадров ну это неважно скажите как как вам картинка значит что здесь есть лямка для ручки для переноски две лямки заплечные обычные здесь лямки регулируются по длине как обычный ремень сделал запас побольше для меня всего можно делать короче длиньше при желании можно будет лишнее обрезать тоже красиво обрезать чтобы было меньше запаса все на заклепках потому что так я посчитал более аутентично здесь прошито здесь на заклепках крепится более аутентично более симпатично и единственное вот эти вот они крутятся вокруг то есть это более удобно можно вот в таком положении можно в таком то есть ну они сами примут нужное положение на спине на теле это на ременных винтах можно чтобы можно было открутить и снять ну я так посчитал опять же более инвесальным боковые утяжки ремень тоже ремнем так видно хоть что и тут давайте чуть приближу я сам видел что снимал значит здесь два ремня я предлагал какие-нибудь как вариант застежки простые более легкие но нет было принято решение заказчиком чтобы это должны быть ремни именно так как было на старинных армейских рюкзаках открывается клапан здесь также ремень обычный с двумя шлевками одна фиксированная вторая перемещается по длине то есть это максимальное положение ремня все здесь вот ремень естественно ходит верхний клапан откидывается здесь такие вот молния молния по всему периметру даже заходит специально на на дно вся боковина сделана из более тонкой и мягкой кожи также как и ремни здесь 2 миллиметра толщина она более мягкая чтобы лямки сделать мягкие ну и боковины из толстой кожи было бы невозможно сделать вернее можно но была задача также чтобы он его можно было сжать уменьшить его объем и 100 из плотной кожи это было бы невозможно а так все функционально он расстегивается два бегунка на молнии молния юки кей если не ошибаюсь все в цвет можно и так пользоваться то есть открыл что-то достал что-то положил убрал причем при желании даже при закрытом можно переместить сюда вот бегунки и открыть и что-то допустим доставать убирать из ручной клади либо если это не нужно для безопасности переместил сюда застегнул случайно уже никто не откроет можно так вот по-быстрому что-то доставать убирать здесь сделан карман во всю ширину здесь свободно помещается листа 4 какой-то планшет большой блокнот и так далее дальше чтобы открыть его полностью его можно положить положить этого под растянуть растягиваем молнию полностью над камерой удобно откидываем и это получается такой чемодан чемоданообразный рюкзак и сюда укладываем все свои вещи которые нужно а вот здесь вот сделан в дне потайной кармашек это я уже потом на ходу придумал сюда можно что-то положить ценные документы и так далее открыл уложил все свои вещи сюда может какой-то тетрадь блокнот закрыл и молнией открываешь хорошо бегунки специально поставлены со стопорами чтобы они сами не открывались то есть так вот рукой их не подвинешь нужно бегунок чуть приподнять и потом уже бегает то есть если у вас не полный полный рюкзак то его можно немножко придавить вот эти вот этим ремнем спокойно стягивается давайте попробую максимально его максимальное транспортировочное положение если у вас мало можно еще но это он будет совсем плоский ставлю примерно так чтобы как будто в нем немножко чего то есть и здесь тоже застегиваем на последнее кожа так приятно скрипит мне прям нравится такой такие звуки скрип кожи на последнее застегивать не очень удобно здесь упирается но это все притрется то есть и вот в таком положении он смотрится еще интересней еще лучше если получится то вставлю вставки как он смотрится на спине то есть на человеке вчера мы ездили специально в лесок лесопарк и там быстренько пофоткались ну вернее меня пофоткали с этим рюкзаком как он на спине если получится то вставлю на фотографии если не получится то переходите в инстаграм если кого-то еще нет в моем инстаграме там все все по коже все последние новости уходят намного быстрее все мои работы выходит быстрее чем чем ю тубе и тупо сейчас особо нехали заниматься очень-очень мне нравится получилось да это не так не так все удобно как современные вещи но это и сделано было специально под постами ну вот такая штука получилось кому нравится это прям по индивидуальному заказу можно так можно по-другому можно как угодно поэтому пишите звоните заказывайте пишите только ну и в youtube пишите но комментарии теряются поэтому переходите по ссылке лучше всего в инстаграм и пишите в директ а я очень оперативно отвечаю можно на электронную почту вконтакте вайбер ватсап и так далее вот спасибо за внимание и пока